На базе Купинского элеватора построят завод по рафинированию масла. Инвесторы планируют также получать из зерна модифицированный крахмал, аминокислоты и даже биоразлагаемый пластик. Это только один проект. Общий объем привлеченных средств в этом году 63,5 млрд рублей. Деньги направят и на строительство новых животноводческих комплексов, тепличных хозяйств, перерабатывающих комбинатов. А это тысячи новых рабочих мест. Добавлю, что глава нашего региона уже подписал указ о новых мерах господдержки сельхозпроизводителей. У нас есть очень отличительное направление, которое зачастую нет в соседних регионах. Это субсидии на приобретение технических средств механизации сельхозпроизводства. Очень емкое направление, которое также привлекает инвесторов. Всего в текущем году мы направим государственной поддержке по данному направлению 1 млрд рублей. Конечно, все это создает инвестиционную привлекательность агроформировочного комплекса Новосибирской области. Продолжение следует... Продолжение следует...